Во время быстрой кампании вермахта, в ходе которой Россия пала за шесть месяцев, один известный популярный лётчик-ас СССР яро хотел омстить Германии за всю боль, причинённую Россией. Покрышкин был тем ещё асом, который в то время ничего не мог поделать со слабой Россией Бухарина. В виде крах идеалистической демократии Томска, Александр Покрышкин надеялся, что однажды он сможет построить сильную, лучшую, модернизированную и Великую Россию ради одной цели – ради войны с Германией и освобождения российского народа. Чтобы построить Великую Россию, новый слуга народа нашёл поддержку среди мегакорпораций и решил с помощью силовиков начать объединять Центральную Сибирь. Разрозненные мелкие княжества хотели чего-то необычного и нового. Странные ребята в плащах начали предлагать интересные сделки, благодаря которым их княжества могли бы модернизироваться. Но в обе на это они были присоединены в состав Великой Федерации. Почти все княжества были мирно присоединены корпорациями. Абсолютно все, кроме ярых левоэкстремистских элементов. Воспользовавшись старой авиацией, армия силовиков в кратчайшие сроки захватила остатки левоэкстремистских сил. В тот момент для Федерации казалось, что будучи одним из самых первых и легитимых наследников России, её больше никто не тронет. Однако костинцы, недовольные эксплуатационной политикой Новосибирской мегакорпораций, ментально захватили столицу и подняли народное восстание. Господин Шукшин, вы успели эвакуироваться из захваченного Барнаула? Да, господин президент. Отлично, ибо по вашему городу наши силовики начнут самое масштабное наступление. Ваш профессионализм позволил Барнаулу расти, и мне было бы прискорно создавать тот факт, что после освобождения этого города вы бы казались бы мертвы от рук этих дьявольских рабочих. Захватив все крупные города, политика русского кибербанка продолжилась, и президент был обязан извлечь уроки за восстание. Несмотря на все протесты Барнаула о разрешении профсоюзов, президент прекрасно понимал, что нужно было учить скороговорки. Ведь сильный президент – это сильная Россия. Слабый президент – слабая Россия. Сильная Россия – великая Россия. Слабая Россия – ничтожная Россия. Восстание очень сильно произвало в Центральной Сибири. А с момента падения костинцев, забастовки увеличились лишь вдвое раз. Сам президент чуть ли не погиб от покушения, и с этим явно было что-то нужно делать. И поэтому президент лично улучшил разряд агентства для подавления любых восстаний на территории всей Сибири. Было очевидно, что все разговоры об ослаблении власти слабиков можно отложить на долгий ящик, так как каждый россиянин хотел отомстить каждому немцу. Воспользовавшись народными настроениями, корпорации начали резкий план по индустриализации всей Сибири. В это время переговоры о сотрудничестве с Японской империей были ключевым поворотом событий, так как именно оно разделило корпорации на две части. Одни были за и за очень сильную интеграцию с Дзебайцу. Другие же были против, и они хотели интегрироваться в США. Однако сильный президент был умным прагматиком и издалека видел выгоду. И пока все молчали долгое время, в последний момент Центральная Сибирь получила поддержку из Китая. Господа, я, может быть, и не прав, но посмотрите на этот кран. Сибирский потоп, который даст нам много и много газа. Разве вы не это хотели, друзья мои? Успех сотрудничества с Японией резко дал понять, что Федерация находится на пути к успеху. Покрышкинская пропаганда яро высмеяла неудачи предыдущего плана, которая не до конца использовала всю сибирскую роскошь. Казалось, что ничего не предвещает беды, и единство Родины никогда не разрушит, так как силовики смогли обеспечить стабильность Федерации тем, что мочили в сортирах любую надвижшую падаль. Казалось, что все делали ошибки. Кто-то поддерживал фашистов, кто-то коммунистов. Но господин президент не ожидал видеть предательства со стороны его лучшего друга, Василия Шукшина. Покрышкин вор, стыки... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ставьте лайки. Дорогие друзья, я прежде всего хочу поблагодарить всех граждан России, которые принимали сегодня участие в выборах президента Российской Федерации. Особая благодарность, конечно, тем, кто собрался сегодня здесь, в Москве, всем, кто поддерживает нас в каждом уголке нашей огромной необъятной Родины. Спасибо всем, кто сказал «Да!» Великой России! Я вас спросил однажды, мы победим? Мы победили! Перед тем, как закончить это видео, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня финансово на протяжении долгого времени. Знаете, ребят, вы лучшие. Каждая копейка мне не вредит, и на протяжении долгого времени я лишь радовался каждой копейке, которую я когда-либо находил. Не было бы вас, не было моего ютуб-канала и не было бы желания дальше записывать видео. Всем удачи и всем пока!